едем по новоалтайску по зимнему сегодня у нас 12 ноября а сугробов намело как будто уже середина декабря наверное будет морозная зима в этом году сейчас едем по улице магистральная улица магистральная дом номер сейчас вам скажу а нету номеров хотел сказать ну нету номеров не прикрепили а вот девятнадцатый дом слева девятнадцатый дом решили по себе не вверх чуть-чуть заснеженный сибирский город новоалтайска красивый уютный город мы еще ухаживать красиво население новоалтайска пропустим женщину поскользнется упадет еще нам ничего не стоит на тормоз нажать перекресток пересечении улицы анатолия с улицы магистральный мы идем вправо и поедем на горку 5 секунд 4 там на горке в этом году стали строить светофор не говорю делать строить именно потому что начали еще наверное в сентябре у нас уже у нас чё ноябрь сегодня солнышко погода хорошая минус 8 выходили мы на улицу и разогнался там гаишники возможно нас ожидают придется тормознуть 40 км не ожидает вот он светофор который еще не построили поворачиваем на улицу коммунистическая привет улица коммунистическая вот на этой улице коммунистическая кстати говоря она как после бомбежки летом а сейчас видите снег и он как бы дедушка мороз вместе со снегом подровнял дороге теперь полгода мы будем ездить по ровным дорогам если чистить конечно буду а если не буду чистить пока что будем ездить ну сколько один раз то прошли в этом году уже здесь видите какие широкие дороги висит я могут на этом повороте вот они до сих пор еще остались вот раз но уже не такие резкие а у здесь отдел гибдд и компания по перевозку по перевозке слева по перевозке грузов мария ра а есть кафе построили может кто-то давно в городе не был а вот этому кафе наверно года два кто не был больше двух лет значит это кафе уже не видел смотрите кому интересно едем мы едем вот мы бежали на нашу здесь никто не чистит снег здесь его только притаптывают автомобили на нашу улицу улица родная 22 года мы здесь живем спасибо скажи что ты еще не платишь за то что ты пешком уходишь ты что тебе еще учитель чтобы по улице что ну да ведь сами мужики чистят ну это право чистить надо соседушка сосед вот мы подъезжаем к своему пинт-хаус апартаментом к своим вот апартамент для машины для нас едем по вновь вырытой дороге проложены плодопитомники район сахалина есть такой на валтайске для того чтобы автомобили которые обслуживают сеть магазинов мариера могли пробираться к себе на базу и вот здесь вот по полю дорога конечно было они просто засыпали щебенкой как бы сделали ты почему камеры вверх поднимаешь можно я скажу скажи доча хотела тебе показать вот ты сколько уже тут у нас два года не живешь третий смотри у нас уже какой-то поселочек вырос это перед светофор светофор перекресток ну почему наверх у тебя идет сейчас будем выезжать на улицу как воинстроя да вот это будет вроде так перекресток а вон там слева ой 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 шо как мариера так машин нету нету погнали зато колея есть уже набили колею да твое любимое место где ты в аварию попадал вот за 22 года здесь летом первый раз сделали дорогу слева хлеб делают мариера такие просторы а вот этот остров стоит уже сколько лет 22 года мы здесь живем и он все так и стоит мне кажется его подразобрали большой памятник советскому зодчеству поворачиваем район жбы сейчас тебе покажу бабушкин дом доча район почтово сейчас будет скоро то сейчас вот это мы еще на жбы едем вот что с киосками сделали все позакрывали так работать нигде еще последний закрывает здесь было коммунальное хозяйство сейчас почему-то нету и жил жил улица военстроя интересно колья уже набита власти нам говорят вы жалуетесь жалуетесь а чё жаловаться то чё сами что ли не знаю что не чищено что на улице вот так вот колья ноябрь месяц уже колья здесь вот когда-то вот в этом месте меня занесло лет так 20 назад на москвиче слава богу все обошлось да я помню такую ситуацию маленько втыкнулся хотели много поиметь денег да но оказались сами выпившие за рулем сейчас мы будем поворачивать в сторону базы выбор а вот эта улица не помнишь как называется вывесок то нету домов сейчас прочитаю номеров нету улица Кирова Кирова? да так здесь служба занятости находится видите частный сектор по центру мы что-то не поехали поехали по частному сектору вот служба занятости Кирова 3 по-моему да Кирова 3 служба занятости вот переезд перекресток и переезд одновременно едем на базу выбор вот с правой стороны база выбор что-то стоим а что нам на базе-то надо? муку, да? угу любим мы покушать пельмешки варенички пирожочки люблю муку жирную беляшки жирную люди все которые кушать хотят наверное приходят некоторые не хотят они не ходят а нет еще и приукрасить дом они лежат в этом на кладбище ну ты уж совсем а кто хочет тот ходит и покупает так я правильно еду? да доворачиваю сейчас направо доворачивай доворачиваю сейчас мы здесь будем тусить базоваться все что-то смотри выключай вот выехали на трассу сходили марию марию на базу выбор купила мать что надо там муку соль сахар бобы что ты собираешь купила мать что твоя мать хотела что ли куда ты мать Наташа Иванова и Андрей Иванова моя жена ну вот видите вот мы сейчас передвигаемся между городами там вдалеке в дымке виднеется Барнаул вспомнилась какая-то строчка из песни города города дыр дальше не помню трасса м-52 или р-256 по-моему ну короче говоря по-старому м-52 до Барнаула километров 5 м-52 а мы смотрели фильм трасса 60 да а вот это вот здесь рыбаки видите автомобили вот там там рыбаки вот там может ты отдашь или ты лучший оператор ты все делаешь лучше всех да и камеру-то и так держу через дорогу чистит видишь снег вот такой у нас вид люди в зерк смотрят из нашего окна да это у тебя глазомер неправильный присяги здесь у нас камера стоит которая штрафует камера сама штрафуется она приносит фотографии она приносит бабки там домой три фотографии приезжали прилетали прилетали почтой России улитка доставила как мне не нравится на эту газельку смотреть ну что делать проделись фронтовая машина можно сказать на таких машинах войну выиграли наши деды и отцы продели ну это же и на газельках они ездили ее же переделали полуторка полторы тонны везет и газелька полторы тонны ну понимаю сзади прилип на ке и что он прилип хочет обогнать наверное что там как посмотри там очень нехорошая дорожная обстановка сплошным потоком ну вот дальше давай покажи я не вижу больше сейчас нет не нужно не нужно не нужно нет не желательно нет а дальше уже обгон запрещен ну сейчас вот может ты успеешь вот за это точно пошли поменяли пейзаж из окна как раз до знака успели как красиво без нее без этой газельки да получше чем эту будку смотреть тут лес слева справа железная дорога с проводами какой тут лес сказочный сказочно ты веришь сказки тебе сколько лет что ты веришь в сказки 15 наоборот 51 15 лет я помню когда мне было 15 так хорошо было все казалось все такое яркое красивое ну сейчас тебе что тебя не было рядом я тебе краски все перемешала что ли ты мне добавила наоборот красок что ты говоришь хорошо было красиво тебя не было рядом ты хороший маляр ладно давай теперь не оправдывайся барнаул барна барнаул барнаул сейчас мы будем проезжать бывший стационарный поезд поезд ки-бдд который оказался никому не нужен да столько лет стоял теперь никому не нужен в нашей жизни его потихоньку разбирают глазницы окон закрыты металлическими потому что их разбили пластиковые окна только установили и закрыли а что государство денег много вот он столько лет стоял раз и не нужен оказался поднимаемся на мост так вот дорогу оселит идущий видишь как мы в гору нормально идем гляжу поднимается медленно в гору лошадка везущая хворост у вас переезжаем реку оп по мосту у нас как развязка как в Японии вверху автомобильная дорога внизу железная дорога смотрите-ка японская дорога вот сейчас только отвернись сейчас в яму полпотешь япону мать будет сейчас не попробую отворачиваться нельзя только прямо вот она ямка оп оп объехал а вот покажи еще не встал показывай по заказу оператора а то он отвлекается боится как я нехорошо снимаю ты боишься да я боюсь через мост переезжать страшно посмотрите построен лет наверное 60 назад это надо почитать про него я тут по нему летом пешком шла когда с велосипедом боже мой я уже говорила все молитвы собрала он весь трясется шевелится он живой так страшно да еще там где для пешеходов там ничего не предусмотрено по каким-то железя там идешь страшно короче одним словом одним словом характеристика моста страх вот выехали на оперативный простор оп оп притормаживаем кто что-то разогнался до 50 км в час 40 а вот здесь 40 надо уже соблюдать да друг откуда ни возьмись тепловоз да уж кроме нашей жизни все изменится что Юрик ты на луну полетишь нет в обереге Дональд Трамп победил он все нам тут и изменит нет платить перестанет на подъезд и дороги чистить будет трампушка откроет новые рабочие места заводы фабрики все восстановит нам здесь работайте люди все сделают а бабушка уже все сдулся он еще до января месяца будет рулить вот въезд в город Барнаул частный сектор куда без частного сектора одноэтажная Россия одним словом здесь одноэтажная Америка это одноэтажная Россия ты хочешь снять фильм одноэтажная Россия да а что будет сворачиваем какая улица название улица Воровского Воровского здесь вот автомобильные мастерские ремонт турбин нифига себе турбозавод машиномонтаж машиномонтаж карбюратор все подряд тут уже не одноэтажная Россия начинается кстати там объявление дом продается может кому надо да приезжайте из-за границы покупайте в солнечной Сибири почему из-за границы ой-ё-ёшеньки так, а куда? можно на теплый рынок, да? ой, я кассею кассею помнишь, как внучка меня копировала как я кашлю так, едем едем, едем, едем мы едем, едем в далекие края веселые соседи а дальше как? хорошие друзья хорошие друзья тра-та-та тра-та-та вот дом построили новый стройком фирма стройком так, поворачиваю какая у нас улица скажи любопытный ты комсомольский может это может быть надо прочитать комсомольский комсомольский проспект проспект для меня раньше проспект это такой широкий высокий минимум пять полос в одну сторону пять в другую проспект какими ты масштабами живешь, Юрий неправильными включай площадь передвигаемся дальше улицы строителей здесь тоже широкая улица здесь линии здесь более-менее трамвайные три полосы плюс трамвай и с той стороны три полосы проспект строителей тут больше покушали что там такое случилось пешеходы вдруг нечаянно образовались это уже стадион же, да? наверно какой-то локомотив ни разу здесь не был в этом железной дороге опа а нам свет красный тормозитель гостиница Барнаул народ 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 ну-ка че че стоим? куда-то идут люди торопятся едут живут под ним словом под ним словом под ним словом разрешили им пожить продолжаем движение по проспекту строителей трассы да трассы-то не справляются да еще и аварии вдобавок друг друга не пропускаем торопимся не авария не пропустили друг друга не пропустили свет закрывает свет закрывает все едем по проспекту строителей вон наверху камеры фиксируют нарушение правил дорожного движения а вот это тоже проспект строителей да кто думал здесь был завод вот с левой стороны а сейчас там по-моему какой-то торговый центр делают парковка на тысячу машин заточной центр вот так мы превращаем заводы во что? торговый центр Galaxy Galaxy торговый центр Galaxy наверное самсунг построил вообще-то их буква с смотри да может правда самсунг ой а что что теперь здесь ашан еще будет да может уже открылся может быть может быть французы корейцы нет еще не открылся нам ближе будет ездить конечно туда больше ездить не будем я не знаю куда ну это было уже давно построено было а вот этот ой 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 что тоже хотел поцеловать его гвоздилка был в такой забегаловке помнишь напротив ну да забегаловка и место то не очень то было сейчас смотри тут это тоже неплохое я думаю да да мы уже как аборигены здесь двадцать с лишним лет все знаем постарели ну да то ли мне было 29 то теперь 51 22 года вот это уже при нас построили тут тут рост нефтью раньше и не пахло вот мы приехали на теплый рынок за запчастями тоже нифига не чистил здесь раньше здесь в субботу не протокнулся было смотри-ка что мы здесь вот слева останемся да зачем далеко ехать куда-то теплый рынок запчастей все хорошее включение для себя сниму так вот купили запчасти вот такой вот отделчик а это а это радиатор на автомобиле набрали на кучу денег пособлен 10В60 давай спросим сколько какое-то ага 5В50 а 10В60 да кастрол есть у вас? есть а сколько она стоит 26 другая канистра изменилась да ну это 10В60 я вот на таком масле круглый год езжу ну правда она подогревается двигатель вот она Орик улыбнись не улыбается не улыбается не улыбается не улыбается опять приехали пионер торговый комплекс магазин лента идем идем ну-ка днем уже ну-ка днем уже ну а то ну это чисто где у нас ну вот наш субботний день близится к концу уже и вечер наступает эти фонарики зажглись вон туда надо ехать стояночка автомобильная нам туда дальше выезжаем из барнаула вернее еще барнауль едем скоро на выезд новый рынок вот здесь вокруг уже все по застроили все приносу жда по сизово это улица сизово же по моему для пионеров а вот та сизова как-то странно вот она дорожка дома домой ведет нас скоро будем минут через 15 может быть пока еще пять между барнаула на валтайском приехали вот на почту хотели получить заказное письмо что-то не можем разобраться насчет режима работы вот же мелким шрифтом вон почему почтовый ящик смотрели зашли в аптеку старыми уже стали пора уже покупать в аптеке больше лекарств у лица октябрьская едем все ближе и ближе мы уже в новоалтайске всем привет мы в новоалтайске как здесь снег пошел вот смотрите как мы едем путешествуем по городу в котором живем уже 22 года путешествую ракета у нас тут рядом ракета всем 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 смотрите ракета ракета это ракета там у нас кинотеатр кино смотрим мы там ни разу не были как автобус автобус давай пропускаем его пошел-пошел что-то вроде прохладно дымок-то идет до хорошо хорошо сейчас будет поворот и на финишную прямую за водой не знаю но это от его имени вот марирана а сейчас мы здесь будем набирать водичку атаку воды